До 50 возросло количество погибших в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Еще 200 человек ранены. Таковы последние данные местной полиции. Нападавший убит, а его подруга объявлена в розыск. Подробнее расскажет Арсен Цымбалюк. Половина 11 вечера по местному времени. Рядом со зданием огромного развлекательного комплекса «Мандалай-бэй» в Лас-Вегасе проходит музыкальный фестиваль. Под окнами толпа из сотен людей. Внезапно со стороны отеля раздаются звуки выстрелов. Мы вернулись с фестиваля в свой номер и как только зашли туда, услышали стрельбу. Она не прекращалась. Мы подумали, это, наверное, салют. Но потом поняли, что это не так. Огонь прямо по толпе вели из окна номера на 32-м этаже. Стреляли из автоматического оружия. Звуки очереди не утихали несколько минут. Вскоре правоохранители застрелили нападавшего. Убийцей оказался 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок. В полиции уверены, он не состоял в террористических группировках и действовал в одиночку. Мы отреагировали на происшествия без промедления и задействовали свои лучшие силы, чтобы обеспечить безопасность людей, которые выжили после стрельбы. Мы думаем, что этот человек действовал в одиночку. Однако правоохранители объявили в розыск его подругу, 63-летнюю Мэрилу Бенли. Могла ли она помогать нападавшему? В полиции не говорят. Хотят её допросить. Из-за инцидента больше часа не работал аэропорт Лас-Вегаса. Сейчас рейсы снова выполняют в обычном режиме. Это самое массовое убийство над территорией США с июня. Тогда в ночном клубе города Орландо расстреляли 49 человек. Арсен Цимбалюк, UATV.